Массивные золотые часы начала 20 века. Семейная реликвия рода Бухараевых из поколения в поколение приходили к наследнику по мужской линии. Когда Равиль Раисович ушел из жизни, Лидия Григорьева решила вернуть часы в Казань, в семью младшего брата писателя Наиля Бухараева. Вернуть вместе с дневниками его матери. Реликвии принимал сын Наиля Тагир. Эти вещи дороги не своей ценностью, не тем, что это цельное, мощное, еще не разбавленное ничем золото, а тем, что это память. Любимое кольцо Равиля Бухараева – дар особый. Писатель подробно описал, как оно к нему попало и куда привело в своем романе «Дорога бог знает куда». По словам Лидии Николаевны, он его практически никогда не снимал. Надпись на этом кольце «Аят» гласит, разве недостаточно Всевышнего рабу его? То есть мы все время гневим Бога своими сетованиями и говорим, что ты нам там не додал того, не додал этого. А Господь в ответ на разных языках и в разных религиях говорит, на все боли Божьи, Сын Божий, положись на меня, и все у тебя будет в порядке. И Равиль всегда говорил, что Бог идет только к тому навстречу, кто уже сам вышел на эту дорогу. Именно Казань соединила двух поэтов. Лидия Григорьева здесь училась в КГУ. Равиль Бухараев тут родился и вырос, тоже окончил Казанский университет. В конце 70-х они поженились. Жили в Москве, потом перебрались в Лондон. Именно в лондонском доме Равиль ушел из жизни на руках у своей жены 24 января 2012 года. Она похоронила его здесь же, в Казани, на татарском кладбище, рядом с могилой отца. Каково же было ее удивление и шок, когда в Лондоне раздался звонок из Казани и ее пригласили на державинские чтения с докладом. Дата выступления была назначена на 18 октября, день рождения Равиля. Я не могу не приехать в Казань, потому что меня на свой день рождения приглашает мой муж. Я это написала сразу, спонтанно. И как бы впала в некую такую пространство, полуоббрачное состояние почти от совпадения такого уникального, что да, я еду, я лечу. Кроме доклада на конференции, Григорьева привезла в Казань свой фильм «Иерусалим. Сада моего». Он создан в новом жанре фотопоэзии под девизом «Мой сад, мои цветы, мои тексты, мои фотографии». Но все это не мое, а Божье. Цветы, кстати, в жизни Григорьевой имеют прямо-таки мистическое значение. Еще в 80-х она написала стихотворение «Магазин цветы» – автобиографическую историю о реальном Казанском цветочном магазине на Черном озере. Знаменитый композитор Давид Тухманов сочинил к этим стихам музыку, а звезда эстрады София Ротару спела эту песню. И я купила много желтоватых, как фонари, В провинциальном прошлом намокших, грустных, грузных хризантен.